Республиканская филармония Благославная церковь отмечает День памяти святого Александра Невского. Учитель и ученики под таким названием прошла выставка работ заслуженного педагога, преподавателя детской художественной школы Марии Гречкиной. Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаево-Черкесия». С вами Мурат Жанкёзов. Накануне на территории Центра знаний «Машок» в Пятигорске президент России Владимир Путин провел заседание Наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Очень приятно, что во встрече с президентом и в презентации проектов школьников принял участие и наш юный земляк Аслан Барлаков – девятиклассник из средней школы поселка Мараягы, подчеркнул Рашид Тимрезов. Он отметил, что Аслан – разносторонне развитый парень, хорошо учится в школе, победитель предметных олимпиад, играет на фортепиано, читает стихи, занимается вольной борьбой, является членом школьного экологического волонтерского отряда, участник первого слета юных натуралистов России. При этом у Аслана есть мечта – стать хирургом и спасать людей. О мечтах, целях и дорогах к их достижению, как раз и говорил Владимир Владимирович с ребятами и их взрослыми наставниками. Уже сейчас эти ребята – активные граждане России, умные, инициативные и очень неравнодушные ко всему, что происходит рядом с их домом, в регионах и в стране. В республиканской филармонии прошло патриотическое мероприятие, посвященное предстоящему Дню Героев Отечества. Организатором выступило Региональное Министерство по делам молодежи, а среди участников – популярные артисты эстрады. Подробности в сюжете Артура Мхце. В России День Героев Отечества отмечают 9 декабря. Карачаево-Черкесия по традиции встречает праздник одной из первых. Региональное Министерство по делам молодежи выступило организатором торжественного мероприятия, которое прошло в Республиканской филармонии. В течение года министерством организовывается и проводится огромное количество патриотических мероприятий. Это различные форумы, конкурсы и так далее. Сегодня, скажем такое, итоговое мероприятие, в котором предусмотрена и церемония награждения всех тех, кто отличился на предыдущих мероприятиях. Но особо мы сегодня хотим выделить не самих участников, а самих участников мы уже ранее награждали. Сегодня мы хотим наградить их наставников, которые действительно проводят огромную колоссальную работу. Результаты этой работы репортеры Вести неоднократно снимали на самых разных площадках Карачао-Черкесии, будь то Аллея Славы или Центр военно-патриотического воспитания, Зорница на базе военкомата или оказание волонтерской помощи ветеранам на дому. Для нас герои – это люди, которые вносят вклад в развитие нашей страны, помогают, защищают Родину, помогают на передовой. Также мы храним память о героях Отечества. Мы, как воспитанники штаба поста, помогаем нашим ветеранам, помогаем им по каким-то домашним делам. О любой просьбе всегда отзываемся, приезжаем, помогаем. Патриотическая работа в образовательных учреждениях проводится регулярно. Участие в военно-спортивных играх и мероприятиях, посвященных памятным датам, знание истории Родины и посильная помощь тем, кто десятилетиями вносил свою лепту в величие страны. Все это является частью разностороннего развития подрастающего поколения, которое помнит и чтит героев Отечества. Артур Мхце, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия. Накануне в Черкесске состоялась 28-я конференция Карачаево-Черкесского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». В ходе заседания подвели итоги года и избрали делегатов на съезд партии, который пройдет в Москве 17 декабря. Подробности расскажет Тарья Тендит. В 28-й конференции приняли участие делегаты, избранные от местных отделений партии, члены регионального полицовета и приглашенные участники. Председатель парламента Карачаева-Черкесии Александр Иванов отметил позитивные изменения во всей республике благодаря слаженной работе, мониторингу и быстрой ликвидации нарушений. Сейчас ведутся капремонты школ, помимо сферы образования и строительства, спорт-объектов и домов культуры, социальная догазификация, благоустройство общественных территорий и домов. На протяжении всего времени оказывается помощь семьям мобилизованных, отправляют необходимые грузы на СВО. И именно люди – наша главная ценность партии. «Единая Россия» была создана по инициативе президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. И все, что мы делаем в нашем регионе, связано с поддержкой курса нашего лидера. Это устойчивое и стабильное развитие, повышение качества жизни людей, решение повседневных и насущных проблем. В рамках конференции открытым голосованием были прекращены полномочия пяти членов политического совета партии. На их места были избраны новые. В состав президиума регионального политического совета путем тайного голосования был избран депутат Госдумы Российской Федерации Султан Узденов. Его кандидатуру поддержали 272 делегата. После избрали делегатов от Карачаева-Черкесии в Москву на 21-й съезд партии. На съезде будут также подняты вопросы ротации, обсуждаться повестка на следующий год, план действий партии на выборах президента и очередной выборный цикл, который будет проходить в 2024 году. Делегаты выбирались по предложениям местных отделений, кандидатуры. Сегодня будут обсуждаться и конференция сегодня утвердит все эти вопросы, которые будут на повестке. По итогам конференции делегатами избрали учителя 17-й гимназии Черкеска Назиру Абдуразакову и учителя 1-й гимназии Аула Псыш Альбину Нурлиеву. 21-й съезд партии «Единая Россия» пройдет на ВДНХ в Москве 17 декабря. Дарья Тендит, Мурад Жанкезов, Вести Карачаева-Черкесия. Сегодня Православная Церковь отмечает День памяти святого Александра Невского. Накануне в Никольский собор Черкеска привезли икону святого благоверного князя. Образ святого Александра Невского написал иконописец из Краснодара Владимир Бутов. Икона писалась в течение двух лет на средства прихожан Никольского собора Черкеска. Сейчас ведутся работы по сооружению оклада. После прибытия иконы из Краснодара ее занесли в храм и осветили. Перед иконой был отсложен молебен. Святой благоверный князь Александр Невский прославился защитой Руси от врагов и считается небесным покровителем воинов, государственных деятелей и всего русского народа. Дни его памяти отмечаются Православной Церковью 12 сентября и 6 декабря. Хотелось бы в первую очередь помолиться о наших воинах, которые совершают сегодня подвиг в зоне специальной военной операции. Попросить перед образом благоверного князя, чтобы они вернулись живыми. Попросить о нашей победе. Поддержать матерей, жен, детей этих солдат. И будем уповать и надеяться, что образ станет местом притяжения и для молодежи, которая должна брать подвиг с таких людей, как благоверный великий князь Александр Невский. Сегодня в зоне СВО очень много наших ребят отсюда с Карачаева черпись. Я думаю, что та икона, которая была написана и пришла сегодня к нам в храм, она будет защищать. И я думаю, что благодаря этому мы сможем все-таки объединиться еще раз, поднять это все и решить, сказать нашим ребятам, вы возвращайтесь живыми. А все, что можно, мы сделаем здесь и поможем вам, как только можем. Учитель и ученики. Под таким названием в Черкесске прошла выставка работ заслуженного педагога Карачаева Черкесии, преподавателя детской художественной школы Черкеска Марии Гречкиной. В этом году она отметила 80-летний юбилей. Марию Гречкину поздравили коллеги и близкие друзья. Подробности у Али Баташева. Мудрый и проницательный взгляд, выразительные черты лица, в которых причудливым образом сочетается доброта и строгость. Автопортрет, как и другие работы заслуженного учителя Карачаева Черкесии и одной из самых первых преподавателей художественной школы Черкеска Марии Гречкиной, пользуется неизменным успехом у поклонников искусства. Она одна из самых сильных акварелистов республики, владеющая разными техниками. «Масло мне перестало писать, я студенткой писала, и потом у меня аллергия стала. После наркоза я не могу маслом писать. Акварели у меня, акварель, в основном акварели пишу. А жанр у меня и натюрморт идет, и пейзаж, и ну любые больше портрет. А почему? Не знаю, я когда на людей смотрю, первое для меня, что в человеке, ни внешность, ни красота, это глаза. Вот я по глазам сразу определяю человека, что у него внутри, что это за человек. Я, если я увидела вот оттуда внутреннюю красоту, не наружную такую, внешнюю, а внутреннюю, тогда вот я загораюсь, и мне хочется человека изобразить просто. А себя как рисовать? В зеркало, в зеркало. С фотографией не живые портреты получаются. Вот живой человек, она живая идет. Ну и мне удается передать характер человека. А как это получается, я не могу сказать. Мария вместе со своим супругом, заслуженным художником Карачаева-Черкесии, Александром Гречкиным, стояли у истоков становления художественной школы Черкеска, которая открылась в 1966 году. Он стал первым директором, а она преподавателем. Мария Гречкина – автор учебных программ по рисунку, живописи, композиции. И талантливый педагог, до сих пор переживающий за каждого своего ученика. Вот когда я занимаюсь учащимися, работа у них получилась, я домой иду, как будто бы у меня крылья сзади выросли. Такое вот настроение, такой позитив. Если у детей не получается, я иду домой понурая и думаю, надо что-то сделать, поменять, чтобы у них получилось. Бывает иногда, вот они сразу схватывают, а другой раз материал очень сложный. У нас же связано с перспективой. Черчение сейчас в школе не преподают, а черчение очень близко связано с рисунком. И вот дети часто. Ну и сейчас еще у нас они привыкли брать информацию из сетей. Все. Не хотят логически мыслить, не говоря уже об абстрактном мышлении, они логически не хотят мыслить. Они хотят информацию оттуда сразу брать. 14 ноября Марии Гречкиной исполнилось 80 лет. Обладательница нагрудного знака за верность профессии встретила свой юбилей на рабочем месте в компании своих коллег, родных и множество гостей. Ее многочисленные выпускники стали членами Союза художников России и заслуженными художниками республики. Одним из первых учеников был и директор художественной школы Черкесска Юрий Карасов. Крепкого-крепкого здоровья. И чтоб как можно дольше мы любовались вами, радовались, потому что вы являетесь нашей аккаунтой. За многолетнюю преподавательскую деятельность в сфере изобразительного искусства Мария Гречкина была отмечена дипломами Международной общественной ассоциации «Союз дизайнеров» Регионального отделения Творческого союза художников России и другими наградами. Сюрпризом на официальном торжестве стало поздравление от своих детей и внуков, собравшихся вместе в этот день. Это наша постоянная занятость. У нее было время уделять его семье. Своим внукам, своим правнукам, которых она всегда любила и любит. Мы тебя тоже очень сильно любим. На выставке «Учитель и ученик» представлена лишь часть творческого наследия Марии Гречкиной. В ее планах создать работы, посвященные памяти супруга Александра Гречкина. Но делать это я буду только в свободное от преподавания время, говорит художник, посвятивший жизнь детям. Али Баташев, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия. На этом наш выпуск завершен. Далее смотреть интервью руководителя оригинального филиала Фонда защитника Отечества Марата Базалиева. С ним встретилась Ольга Савенко.